В администрацию Чередопинского района поступило заявление от моих родственников о перераспределении земельного участка, находящегося по адресу поселка Оксавовская улица Советская, дом 1. Когда данную почту я расписывала, ко мне зашли представители аппарата администрации, сообщили о том, что мне необходимо подготовить уведомление главы Совета депутатов о том, что в мой адрес поступило заявление от моих родственников и что есть возможность возникновения конфликта интересов и личной заинтересованности. Когда это заявление я отписала Ларису Владимировну Альбекову по компетенции в Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными отношениями, я собственноручно заполнила уведомление на имя главы муниципального образования Чередопинского района, Луфея Камильовна Бабич, с информацией о том, что в мой адрес поступило соответствующее заявление о том, что данный вопрос я отписала, на рассмотрение в Комитет по управлению муниципальным имуществом о том, что заявление направлено на то, чтобы муниципальное образование Чередопинский район оказало муниципальную услугу и ответом на это заявление могло быть только два варианта, либо отказ перераспределения земельного участка, либо согласование схемы данного земельного участка. Я хочу, с Алисой Владимировной мы на эту тему разговаривали, когда разбирали это заявление после, и она мне пояснила всю процедуру. То есть, каким образом это происходит. Схема разрабатывается, затем она выходит в постановление, затем ведутся работы по постановке данного участка на катастрофный учет, регистрация в Росреестре и заключается соглашение между муниципальным учреждением и комитетом управления земельными отношениями и теми заявителями, которые обратились. Соответственно, в этом документе, в этом уведомлении я прописала всю процедуру, которая предстоит, и прописала всю процедуру, которая предстоит, и, соответственно, указала на то, что моей личной заинтересованности здесь никакой нет. Так как гражданин Шпаха Александр Петрович и гражданка Зайцева Ольга Петровна, они не виноваты в том, что они являются моими родственниками, они обладают ровно теми же правами, как и все остальные жители Чердаклинского района, которые обращаются ежедневно к нам в администрацию через МФС за данной услугой. Вот Дмитрий Вячеславович говорил о том, что не имели мы права выпускать такое постановление в связи с тем, что отсутствовали нормативы максимальной площади. Но так однако же каждый... Я думаю, что было большое количество обращений из октябрьского поселения, ни одно из них не было оскорено до этого при распределении земельных участков. Ну, значит, после... Вернусь к тому дню. Написав это уведомление, я его положила в почту и дальше продолжила расписывать почту. Расписывая почту в вечном, поэтому в приемной Советы Депутатов, конечно же, никого не было, и у меня была полная уверенность в том, что секретарь на следующий день данное уведомление отнесет в Совет Депутатов, и, соответственно, Совет Депутатов будет уведомлен о том, что такое заявление в мой адрес поступило. Когда мне принесли на подпись постановление о перераспределении земельного участка, я была на 100% уверена, что все процедурные согласования прошли. Имелся лист согласования к этому постановлению, и, соответственно, я им подписала. Почему лично Зульфия Камильевна я на эту тему не переговорила? Всем известно, что Зульфия Камильевна в этот период времени находилась в отпуске. Когда она из отпуска вернулась, в отпуск ушла я. И действительно, наверное, это мое обещение, что мне нужно было лично проверить, дошло ли это уведомление или не дошло это уведомление. Но о нарушении, которое меняется, то, что я не направила это уведомление, я узнала только 17 ноября, в тот день, когда был Совет Депутатов, и когда вы рассматривали мое заявление от 16 ноября на увольнение по личному желанию. Почему, приняла я решение, уволиться по собственной инициативе, по собственному желанию? Ну, всем прекрасно известно о том, что в средствах массовой информации сильно обсуждался вопрос по моему отпуску во Франции, и шли обвинения в адресах в наличии какой-либо коррупционной составляющей, и тем самым я советую депутатов, ваше решение было отстранено от работы до выяснения всех причин. Губернатор Сергей Иванович Морозов, команде которого я работаю уже больше 10 лет, на одном из мероприятий в Москве дал комментарии Федеральному средству массовой информации, о которой вы тоже, скорее всего, слышали, о том, что вне зависимости от результатов проверки, он будет рекомендовать мне, в том числе, написать заявление по собственному желанию. После того, как я ознакомилась, увидела эту новость, соответственно, я приняла для себя это решение, так как я работаю с ним в одной команде, я придерживаюсь его мнения, уважаемого мнения, и если он считает, что действительно был совершен поступок недостойный главой администрации района ДОР, такое решение мы приедем. По представлению, Дмитрий Читалович, я, конечно, понимаю, что, наверное, это человеческий фактор, но писать представление на имя Совета депутатов и указывать, что в Росреестре права зарегистрированы на мое имя, депутаты все поняли, как поняли, о том, что подписала заявление на отцу, а участок зарегистрировала на себя. Да нет, это всем понятно было, что это опечатка. Ну, я не знаю, техническая ошибка была, или техническая, но первый вопрос, который задала Зофия Камильевна именно мне, он звучал так, говорится, что на себя форму я тут участок. Ну, вы прочитайте еще раз, тут сразу понятно, вы здесь нигде не фигурируете. Да как это нет? Тут написано, что в едином государственном реестре сделана запись. Вот единственная опечатка тут. Вот я сразу прочитал, я сразу понял, что это все. Александр Владимирович, очень хорошо, что вы сразу поняли, но тот вопрос, который задала Зофия Камильевна, был именно такой. Я сейчас его просто процитировала. Продолжение следует... Продолжение следует...